В зале, на расстоянии двух метров от стола, должны быть обязательно в масках, которые проговорящий может ее опустить на время, либо немножко ее и снять. Итак, повестка дня сегодняшнего. Первая. Александр Белов, исследователь. Очевидное очеловечивание зверей. Каковы успехи? Озверение человека. Опыт тысячелетий. Крутая фраза. Да, ну, дорогие друзья, четвертое, двенадцатое, двадцать первое. Озверение людей или очеловечивание зверей опыт тысячелетий. Да, ну, понятное дело, что Маугли, Маугли наше все. В общем, это вот и скорота у Маугли. В принципе, все это прекрасно. О чем речь-то идет? Дело в том, что из брошенных детей в разное историческое время, независимым образом, в разных геологических регионах мира, формировалась на краю культурной айкумены, формировалась множественная популяция снежных людей. Мое такое как бы мнение. Украденные снежными людьми дети и подростки также становились сильными популяцией снежных людей. Этим объясняется постоянный приток генов от культурного человека, да? От культурного к снежному. Однако культура речи, социализации у снежных людей отсутствует, да? Ну вот, семья снежного человека, забравшаяся в сад, ломает и обдирает культурную сливу. Сливу обдирает семья в отсутствии хозяев. У снежных людей прекрасный иммунитет. Сейчас ковид, все такое и прочее, да? Воль, ты знаешь, и другие знают. Энергия человеческого организма тратится не на мышление, а на обогрев и выживаемость у снежного человека. У нас 25%, а у них, в принципе, все это идет, да? И так они ходят. Без одежды, круглый год, и тело покрывается шерстью. Адаптация, правильно. Вот, ты согласен, как психолог. Вероятную снежных баб, баб, снежные бабы, знаешь, там лепят. При постоянном обитании без одежды скрытая овуляция. Скрытая она, ну, у женщин скрытая, а у баб снежных она открытая. Почему превращается? Да потому что у них течка начинается. На смысле обострение полового чувства, потому что они без одежды ходят, понимаешь? То есть они отличаются от наших баб, обычных цивилизованных баб. Цивилизационных, цивилизованных баб. Течка также помогает установить организму и оргазм, установить сезонный характер размножения. Это понятно. Ну, это снежный человек. Вот мне, кстати говоря, сегодня четвертого человека позвонил. Снежный человек. Вот номер телефона. 792-792-662-31. Да, вот если набрать в Ютубе, снежный человек позвонил в исследователь Александру Беловсу, своего мобильного, то вот голос можно послушать. Снежного человека голос. А можно просто набрать? Вот два варианта. Прямо ему набрать, и он будет бормотание там. Но меня просто... В общем, как это комментировать, не знаю. Не знаю. Когда я говорил Бурцев, слово Бурцев кодовое, да? Там он как-то вроде бы... Ну, активировался. Но, тем не менее. Значит, Акбар, это из династии Великих Могулов. По приказу в отдельной башне содержался ребенок, не умеющий говорить, чтобы проверить, заговорит ли он самостоятельно. И тихо, тихо, тихо. Его держали там. И вот как раз в этой башне он совершенно без родителей. Его там с отрезанными языками слуги обслуживали. Когда Акбар пришел в назначенное время проверить, заговорит ли он самостоятельно. Он не заговорил, а было бормотание примерно вот такое, которое вот здесь может человек любую услышать по снежному человеку. То есть вот, да. Вот видишь, значит, о породах животных. Кратко, кратинечко, минут на 40. Это шутка. Несмотря на тысячелетний опыт селекции животных, ни один вид позвоночных не стал человеком. Хотя, в общем-то, из лошади человека не делали, но, в принципе, как бы пытались с ней на контакт. Видите, лошади остаются лошадьми, собаки собаками, кошки кошками, а быки быками. Человек лишь уродует для своих потребностей наследников диких форм. Ну и понятно, там разные бультерьер с красивой спортивной собакой начинал, а потом уже прогрессирующая глухота, ожоги и прочее разное. К примеру, создание муродов и мутантов поставлено заботчиками на конвейер. Для того, чтобы развиться, социальная среда не обязательно. Развитие животных генетически предопределено, детерминировано, в отличие от людей. Ну и в целом, характер селекционных кошек не изменился. Никто из них не превратился в другой вид животного, ну уж тем более в человека не превратился. Домашние кошки живут рядом с человеком в его доме тысячелетия. Движение в сторону очеловечивания не прослеживается. Социальная человеческая среда не может сделать из кошки человек. Ну это просто, как говорится, для милиционеров. Ну, не обижаю наших, в смысле полицейские, они умные. А милиционера, а для очеловечивания ребенка социальная среда крайне важна, иначе он уже в первом поколении перестает быть человеком. Вот, это очень понятно. Если решить ребенка общение со взрослыми и с верстниками, то вот этот вот ребенок в Волгограде 2000 какой-то год вместе с птичками воспитывался, и в принципе он попугайчики, все такое прочее, вот в 11 лет его органы социальной опеки нашли, он курлыков, вот так вот кур-кур-кур, ну в общем мы его забрали уже о социализации. Это время прошло, сенситивный период, когда речь разбивается, нормальный развит пройден, и все, уже поиск ушел. Нормальное развитие детей зависит от человеческого внимания, развитие животного генетически детерминированно. Эта ситуационная разница указывает, эта существенная разница указывает невозможность эволюции на вероятность инволюции обратного процесса превращения человека-зверя. То есть вот как доказательством может являться, у человека это с одного поколения получается озвереть, если нет социальной, вот кстати у меня книжка есть, осталась от моего учителя Людмилы Борисовны Ермолаевы, это она на психиатрия, психиатрическая депривация в детском возрасте. Это вот переводная чешских, тут и графики, чего тут только нет. То есть вот толстая книжка, вот смотрите, друзья, вот написали именно про детей Мавлика, госпитальных детей, депривированных детей, все думают, что это популярная тема Киплингом придумана, а отнюдь нет. Вот это Оксана Малаевс в Оксале, Оксана жила в Одессе и в собачьей будке воспитывалась, ну и в общем себя дефицировала собака. Это вот в доме, где интернате ее держали, она облаяла съемочную группу НТВ, когда те ее просили пока на камеру полавить и в общем покусала всех, у нее случился рецидив НТВшников, потом забирали оттуда, и все собаки хором отвечали, окрестные ей, и в общем санитары очень обиделись, потому что она, ну как бы они спровоцировали этот рецидив. Это другая женщина, девушка вернее, сейчас она женщина, но была девушкой. Это в перестройку все началось, когда социализация и органы опеки утратили свой контроль над родителями. 14-летняя Раиса живет в стае с бровячих собак, ну в общем она жила там, обкусала всех, в общем обнюхала милиционера, погрызла его портфель. Ну вот это вот Маугли русский, тоже брошенный матерью, вызвал собачьей стаи. Ну вот это вот еще, в общем таких масса детей, я просто, чтобы не забирать ваше внимание, вот это вот из Кампуджи, из джунглей потерялась, в 2007 нашлась, через, пошло 18 лет, в 2007 нашлась, в общем ее там отказывалась от одежды, ползала по земле, ну ее как-то пытались адаптировать, привязывать цепью, но она как-то порвала цепь, убегла в лес, убежала и в мае 2010-го с концами, в общем непонятно. Ну это Камала Амала, известный индийский Маугли, это Маугли из Иванова, 2004 год, 4 года, его семье были кошки, вот он все прыгал, и так далее, социальный репортаж из обычной российской деревни. Ребенок, лишенный человеческого общения, не может самостоятельно освоить языки, и обладеть культурой, это очень важно. Ну и в этой связи, конечно, Маугли, Киплинга и Тарзан, приемыш обезьяна, Берууза, он выглядит просто фантастикой. Тарзан, маленький ребенок, а потом от английского лорда, был жилой, высажен с судна, вот вернее, потом семья умерла, мать и отец, и вот его воспитали обезьяны. Типа того, вот он Тарзан научился самостоятельно ловить оружие, ну такие сказки. Тарзан без труда вспомнил прием английской борьбы, Полу Нельсон, вот этот Полу Нельсон, который владел его потомственной лорд-отец, когда он сражался с Галилой, с самцом, вот это все это обыгрывается, все прекрасно. Потом Тарзан, значит, встретил девушку, она ему сказала по-английски там, ну, в общем, все такое, лямур, в общем, у них лямур начался, он, значит, поехал с ней в, уже не в Англию, а в Америку, в Америку поехал, выучил американский язык, в общем, принят был высшим обществом, это фильм, да, вот 43-го года, Тарзан, букварю, найденную в лесной сторожке, самостоятельно выучил, вот он в английском костюме, уже прекрасного покроя, это кутюр, я чего-то там еще в 40-е годы, с этим вот, очень так все, вот, Тарзан стал членом лучшего американского общества, безупречными манерами, быстро освоил вождение автомобиля, ну, в общем, там очень интересная история, ну, в отличие от этих всех книг Тарзан и Маугли, вот в этой книжке Виталий Чернов, сын розовой медведицы, более-менее показан ребенок в Маугли, как он превращается в снежного человека, примерно без прикрас, и Аркадий Стругацкий на эту книгу написал, очень хорошую лицензию, что здесь, да, более-менее правдиво, да, вот, но тем не менее, вот опять эта книжка, психическая депривация в детском возрасте, именно человеческий организм содержит в себе скрытый резерв, грамматная изменчивость, это как вывод, социализация человека зависит от воспитателей, организм человека зависит, организм позвоночных животных, меньшей степени обладает изменчивостью, гораздо меньшей степени зависит от воспитания, это как раз говорит о пользу инволюции, а не эволюции, ну, это вот известно, Чингизу Айтматова, буранный полустанок, это как делают вот этих вот, мангуров, или как легенда о манкурах, манкуртах, в общем, натягивают им это военную часть верблюда, и у них это срастаются волосы, они теряют память, и в общем, ну, многочисленные случаи полной амнезии, ретроградной амнезии, психиатры называют, они, в принципе, стали обсуждаться в прессе с 2000-х годов, и это несколько сот пациентов, ну, 150, так скажем, ну, по крайней мере, несколько десятков, из разных городов России, из Германии, Украины, потом на спад пошла эпидемия, какие-то опыты, очевидно, делали, непонятно, что, ну, вот примерно так, я потерял память, если кто меня вспомнит, то есть люди со стертой памяти, вообще, ну, вот, какие опыты делали в 31-м году, Келлок, такой ученый, с супругой взял в семью шимпанзе молодую, 9-месячную, а у него 10-месячный ребенок, стал вместе воспитывать, и, в принципе, что из этого получилось, не шимпанзе стало очеловечиваться, а мальчик стал становиться обезьяной, когда ему надо на горшок, он, значит, стал курлыкать, как обезьяна, или когда поесть, он начинал езжать, и, в принципе, как только это увидели, что и мимика стала больше походить на обезьяне, на человеческие, что социальная депривация, и они тут же отказались, эту обезьяну отдали в зоопарк, и сына пришлось переучивать, и, в общем, социализировать, но, так как на Америке и в других странах, Голливуд нам показывает, ну, вот известные планеты обезьян, силеры, вот такие вот вещи, они пропагандируют эволюцию, что обезьяны взяли в руки в автоматы, сели на коне, по коням товарищи, и, значит, ковбой обезьяны, защитник униженных оскорбленных, уже идет и спасает человечество, здесь он с винчестером, славный Рубин Гуд, профессиональный стрелок, в общем, нажимать на кураг не спешит, у него, в общем, проснулось что-то человеческое в нем, и это прекрасно, но это совет старейших обезьян, это все Голливуд показывает, то есть обезьяны вообще показывают чудеса какие-то, желаемое, это действительно, конечно, выдает, то есть Голливуд по чьей-то указке это все делает, и те, кто ухаживает за обезьяной Кока, вот это реальный случай, который проплачивает определенные спонсоры, Сорос или кто-то там, но еще, да, любил разумную гориллу, и вот в 2018 году разумная горилла ушла из жизни, общалась она языком глухонемых, выучила около тысячи вот таких знаков, и знавшие Кока можно написать письма, соболезнования, ну в общем, целый культ возник, вот вокруг Кока, разумной Кока, кстати, там сотрудников, по-моему, было человек 40 вокруг нее, которые обучали, с ней постоянно занимались, вот чтобы она только не забыла, один хоть один знак, вот из этих двух, если она забудет, это уже эксперимент, в общем, деньги спонсоров, ну как же так, ну и обратите внимание на клетку, в которой она держалась, на всякий случай, чтобы не сбежала, ну и, конечно, это фейки, показывающие нахразумных обезьян, как они играют в шахматы, они умные, они знают, они наперед лучше человека это делают, в общем, это прекрасно, человек думает, а она в очках умная, она уже шах и мат, человеку показывает, ну, Ладыгина, Котс, известная исследователя, в принципе же, одна супруга сотрудника Дарвиновского музея, она фотографировалась, очень много, много фотографий осталось в Дарвиновском музее, на фоне чучел, орангутана, шимпанзе и прочих, вот она здесь показывает шимпанзе букву А, там, Б и прочее, она ее обучает, и вот ее ребенок, и вот как ребенок, и вот, и как у шимпанзе, все идет по плану, вдруг не по плану, шимпанзе умирает, и это очень плохо, в принципе, что-то пошло не так, ну и таких опытов очень много, в 1774-м, значит, американцы взялись за парк обезьяну, назвали ее Ним, и вот этот Ним Чимпский, в 1774-м, в руки биолога попал, в общем, стали общаться, все такое, за 4 года работы Ниму выучил 125 жестов, однако, процесс непрерывного обучения прервался, его словарный запас быстро упал до 25 жестов, и после финального обследования, в 1777-м году проект решили свернуть, несмотря на деньги спонсоров, то есть, обезьянов человека превратить не удалось, не на все усилия, причем, заметьте, то, что я вам говорил раньше, человек свободно, в одном поколении, в первом поколении превращается в животное, если это дети мапли, без социализации, а тут вот такая история, в общем, масса сотрудников в белых халатах, это уже другая шимпанзелана, в общем, это, конечно, не пример осмысленных действий, а пример трессуры, только вот это не биологи в белых халатах, а дрессировщики в белых халатах, вот надо просто называть своими именами, и уже вот тут вот пишут, канзи, самец, бонопо, выучил 3000 слов английских, вообще, среднестатистический американец знает только 1000, а это 3000, то есть, такой вон деркент, у него и кью 90, там некоторые американцы вообще 70-80 кью, а этот 90, смотрите, какая рожа, это он у всех покурает, шимпанзе у уша, тоже ушо, у уша, 2007, причем это многие, как бы это целые, целые коллективы работают над созданием вот этих вот фейков, 130 знаков, затем около 350 знаков, вот этим языком, глухонемы, и в общем, вот тут это уже изгалялись, там кто-то сказал из этих, покажи свою грудь, они показывают женщины, оголяют, ну потому что он хочет, ну может надо, ну в общем, все, все для людей, но это вот наше уже отечество, богохранимое, Дуров, уголок Дурова, переодевают животных в людей, и показывают, ну, они стали людьми, Дурову на это давали деньги, молодая советская власть, ну не только он до революции начинал, все инстинкты долой, у него лисы с курами там бегают, и в общем дружат, все прекрасно, на работу на велосипеде, дрессуру и подражание, маленького берут, кнутому пряникам, а потом вот он едет, якобы уже на работу, по делам, с мобильником, ну вот умный конь, да, конь Ганс известный, вот он отстегивал копытом, арифметически сложный, интегралы считал все, всякие ответы на вопросы, политика, все отвечал копытом, вот все отвечал, потом выяснилось, что Ганс, оказывается, не умел считать, интегралы не умел, однако он был мимикой, очень хорошо они на мимику животные, так же как и собаки, понимает хозяина с полуслову, скажи ему там гулять пойдем, он даже вот так вот, мимически без слов, он сразу раз, и уже и пошел, хвостом гулять, ну и понятное дело, что это, это дрессура, но отнюдь, в общем, желаемый действительно, необыкновенный опыт, я уже завершаю, чтобы вас не мутузить дальше, кто это такой, Иванов, известный профессор, который с подачи советского правительства, молодого, организовал сухумский обезьяний заповедник, и в нем собрали, и авангутанов, и шимпанзе из Африки привезли, и красная звезда, вернее, красный заряд писала, те, кто хочет войти в клетку, к шимпанзе, изучать гибрида новой расы, и подтвердить теорию Дарвина на действии, просим, так сказать, обращаться по телефону, звонить на аркомпрос, по, так сказать, обезьянам, по шимпанзе, вот это необыкновенный опыт, описывается, что можно получить потомство, можно ли, в общем, ну, так, как бы можно, ну, конечно, можно, раз создали, так сказать, заповедник для, как говорится, для обезьян, людей и гибридов, ну, и, конечно, какой вывод, тема детей Маугли, крайне важна, особенно для понимания эволюции, то есть, обратного процесса эволюции, вообще, мало кто догоняет, что именно дети Маугли, показывают, что человеческий детеныш, совершенно легко, без особых усилий, становится зверем, попав в раннем возрасте в лес, однако сбереныши стать человеком не могут, даже если к ним применялись титанические усилия со стороны воспитателей, организаторов вот этих вот шоу, о которых мы видим, это хорошо показывают многосличные и опыты безрезультатные, маленьких шимпанзе, горилла, ангутанов, там учили, все такое прочее, ну, то, что я перечислил, вот эти все ученые, опыт Ульяма Фурнеса с ангутанами, биологи Келлок, Стефани Лафарш, Герберта Терреса, Ним Чимский, вот это обезьян, Владыгина Коц и Опты Дурова, о чем это говорит? Это говорит о том, что психическое развитие ребенка благоварианно, а вот развитие звереныша детерминировано, то есть все наоборот, чем на эти теории эволюции дает, отшлифовано множеством поколений эволюционирующих особей, это можно использовать как доказательство эволюции, ну вот два слова о человеке все-таки, а то как-то все обезьяне, обезьяне-детеныши, развитие ребенка социально недетерминировано, это вот семья Тепряковых, известно, девочка поступила в МГУ в 9 лет, в 8 она сдала ЕГЭ, при желании можно воспитать гением в Уберкиндом, показывает Тепряков, у него вот этот мальчик, он за 9 класс ЕГЭ сдал, а вот эта вот девочка, у него погодки, все живет в однокомнатной квартире, ну вы знаете, да, это сейчас на слуху, то есть воспитают гундеркинты на конвейере, ну и они ссылаются Тепряковы на опыт Никитинах, еще в советское время была, то есть они показывают, что система образования, она депривирует детей, можно гораздо быстрее, у них ускоренное чтение, ускоренное думание отсюда, и так далее, ну и развитие звереныша детерминировано, как его спитать из него получается, человек это указывает на вероятность, инвалюция, не валюция, ну то, что я уже сказал, так что вот такой вот, я закончил, если есть какой-то вопрос, вопросы есть, если нет, отрицать, но Оля покачала головой, и сказала, что у матросов нет вопросов, да, нет у вас? Нет, ну то, что говорить, это безусловно интересно, но я так понимаю, что это просто небольшой и маленький пример вашей теории инвалюции, ну это очевидно, на самом деле, это настолько, как вода мокрая, сахар слабкий, период возможности, способности ребенка научиться речи и войти в социальное положение, оно ограничено очень небольшим возрастом, это настолько очевидный, сенситивный период, восприятие, скажем так, социализации человека, это настолько очевидно, что, мне кажется, не стоит приводить столько примеров, я... Нет, ну, как говорится, для милиционеров, специально, надо же это все, потому что все это на слуху, все эти Тарзаны, Маугли и прочее, это люди эту сказку принимают как действительность, вот что обидно, ну все, тогда, дорогие друзья, спасибо.